Всем большой привет! Меня зовут Ника, и это мой новый влог. Сейчас я уже отправляюсь в художественный магазин, потому что мне нужно очень много всего купить. Это и акварельные краски, и подрамники, и холсты. В общем, много всего. Я не знаю, как я это всё повезу. Но, может быть, буду брать не всё, только самое необходимое именно на сегодня. Вот такой я сегодня себе сделала макияж. Я думаю, ну не буду краситься, я же просто магазин. Вот что получилось. Бывает такое, конечно, у творческих людей. На улице просто зима. Это вот сейчас только выглянуло, ну не солнышко, а просто облака разошлись. Но невероятно холодно. У нас, как и в прошлом году, тоже в Москве... В прошлом году я ещё жила в Москве, и помню чётко, что наступило первое сентября, и вместе с первым сентябрём наступила зима. Вот просто такая же была температура, было невероятно холодно. И пришлось в очень быстром порядке доставать зимние вещи. Сегодня 8 сентября, и я правда пойду в куртке, потому что, ну прям, очень холодно на улице. Да уж, слишком быстро пришла к нам зима. Стою, жду такси. Поставила так холст, все проходят, смотрят. 60 на 90, ну да, размерчик большой. Итак, я купила большой холст, который уже вам показала. Маленький холст, грунтованный на картоне. Это для того, чтобы сделать эскиз под вот эту большую работу. И вот такие вот большие краски акварельные. Сейчас просто покажу, какая у меня была до этого акварель. Этой акварели, ну, больше 6 или 7 даже лет. Посмотрите, в каком она состоянии. Ну, она прям, у меня вообще и огонь, и воду прошла. Я столько было написано этой акварелью натюрмортов, и портретов, и чего только не написано. Вот, но я и буду продолжать пользоваться. Просто некоторых цветов здесь, вот, например, вот этих вот синих, их нет вообще. Но я буду ей просто работать дома. А вот эту я уже буду в училище использовать. Но это другие краски. Сейчас я открою. Но это не такая, как у меня. То есть это немного другое. И я не знаю, как они будут в работе. Я вот такого формата уже... Может, это, кстати, одно и то же, но такого формата я уже давно не видела. Вот цвета. Ну, а это вот белые ночи. Давайте вместе с вами открою краску. Вот, я так понимаю, как палитра, она съемная. Вот у меня в этих красках, у меня было удобно, что... Ну, тут я вот как вот эту часть использовала как палитру. А здесь съемная. Ну, не знаю, насколько это будет удобно. Посмотрим. Так. Это вот листочки. Вот так вот выглядит. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что, вот такая вот акварелька. Хочу ее уже испробовать. Стоила такая палитра 36 цветов 3000 с копейками. Пришли в грузинский ресторанчик. Такая вот атмосфера. Она у меня кипит. Кипящие. Лобио. Ленчик в первую очередь. Ну и, конечно же, как можно было не взять в грузинском ресторане хачапури. Но я, кстати, дома делаю не хуже. Вот такой вот дебильный абсолютно прикид. Но это единственное, что... Это единственное, что было в магазине. Просто нереально холодно. И Норману, конечно, это не нравится. Мне тоже не нравится. Но что поделать. Так, что смотрим. Это я вам вставила немножко кадров соучилища. Снимать там особо, как бы, нечего. Потому что мы просто сидим, работаем в идеальной тишине. Наконец-то с Норманом мы выдвинулись на прогулку. Потому что мы с ним не гуляли уже, наверное, не ищем. Было очень холодно. Вот так вот он выглядит. В этой своей одежде. Очень смешно. Надо, в общем, купить что-то нормальное для него. Но это очень смешно, конечно. Он так-то смешной. А сейчас ещё смешней. Поскольку наступили холода, Норман теперь всегда ищет тёпленькое место. И он даже дома, находясь дома, дрожит постоянно. Практически. Потому что у него нет никакого подшёрстка. У него шерсти-то толком нет. И ему, конечно, очень-очень холодно. Маленький. И он всегда спит под одеялами, под пледами. Итак, первая работа из училища, за которую мне поставили 4 с плюсом. Неплохо-неплохо. Это у нас такой вот натюрмортик из гипсовых предметов. И вот такой натюрморт по живописи. Он мне не очень, кстати, нравится. Но за него оценки не ставили. Вроде как, нормальный, отличный вид. Вот такая вот работа. Вот первые работы. Но это как бы пробные работы такие. Просто преподаватели смотрели, что мы вообще из себя представляем. Что умеем, что не умеем. Что жуём. Что это? Вот такой у меня сегодня образ. Это я для видео накрасилась. Сейчас наряжусь. И буду снимать видео. Вот. Наверное, нужно ещё добавить румян. Потому что на камере совсем их не видно. Вот. Мне нравится. И первый раз в жизни делала зелёный макияж. Я не очень люблю зелёный цвет. Но мне нравится, как выглядит. Симпатично. Ну и брови я ещё сделала такие для видео. Потому что в обычной жизни я их так не крашу. Ну, как-то мне кажется, немножечко широковаты брови для жизни. Но для видео вообще супер. Ну вот Норман. Видно или не видно. Но он трясётся. Просто настолько холодно. Он бросится на ручки. Ты маленький. Мне тоже холодно, Норман. У меня сегодня целый день болела голова. И сейчас болит. Но это от того, что на улице плохая погода. Ветрено. То ли давление. Не знаю. И у меня из-за этого очень сильно болит голова. Поэтому я начала снимать и вообще делать дела. Очень поздно. И поэтому сейчас уже стемнело. Блин. Придётся выставлять свет, чтобы всё красивенько сделать, записать. Ну вот. Но макияж, мне кажется, получился прям неплохой. Мне удалось красиво выставить свет. И вы только не смейтесь. Но я использую вот эту лампу. Это кухонная лампа. Кольцевая у меня не работает. Потому что вот эта собака, когда был маленький, он его разгрыз. Разгрыз ту лампу. Поэтому она не работает. Всё. Надо заказать нормальный цвет, конечно. Это вообще не делала. Потому что сейчас ещё будет зима. И темнеть будет сверх рано. Уже темно. Как бы время. Ещё нет шести. Уже за окном просто темнотища. Вот. Но с искусственным освещением тоже. В принципе, нормально. Вот. Такое вот. Такое вот. Макияж. Мне нравится. Получилось ярко. Прям очень хорошо. Ну, в жизни, честно сказать, я уже давно так не выходила. То есть я в основном это делаю для каких-то образов. Но в жизни я тоже, конечно, крашусь. Но сейчас я уже более лёгкий такой макияж делаю. Потому что... Ну, ещё чтобы сократить, конечно, время. Но этот макияж у меня был... Был не так уж долго я его сделала. Наверное, час с небольшим. Ещё у меня в планах есть устроить конкурс. Вот, кстати говоря, вот с этой картиной. Я сняла классное видео. И я уже всё подготовила, в принципе. Я хочу просто разыграть эту картину. И я не знаю почему, но у меня есть какой-то страх. Я не выкладываю, в общем, пока что это видео. Но у меня уже, наверное, недели две абсолютно готовое, смонтированное. Я просто ещё переживаю, потому что не до конца продумала концепцию, так скажем. Как это будет всё осуществляться. Но, надеюсь, в ближайшее время я всё до конца додумаю и выложу это видео. Но, а пока вы можете написать в комментариях, хотите ли вы конкурс-розыгрыш вот с этой офигенной картиной. Она мне очень нравится. Но я всё про неё покажу и расскажу в том видео, которое я снимала ещё тогда. Я сейчас сижу и делаю домашнюю работу по цветоведению. Нам задали, не спрашивайте, что. Блин, почему у меня получилось, как будто кого-то замочили просто. Ого, как цвет меняется. Задание заключается в том, что нужно просто изобразить что-то. Ну, не что-то, а, в общем, сочетание двух цветов. Вот такая вот работа получилась. Просто сочетание двух цветов. Серый и малиновый. А это типа рамка. Такое было задание. Ну и вот небольшие эскизы для композиции. А это для цветоведения предмет. Я закончила почти все свои дела. Я из-за того, что у меня сегодня весь день болела голова, я не всё успела сделать. Сейчас я буду смывать всю эту красоту. Фух. Ещё сейчас убирала вещи и вспомнила ещё один пункт, почему я не люблю холод. Это потому что всё в краске, это нормально. Потому что, когда очень холодно и на улице, это Норман играет с Кириллом. Поэтому на боне могут быть такие звуки. Норман там очень бесится. Так вот, не люблю я холод ещё по одной причине. Потому что, когда холодно и ещё не включено отопление... Так, я начну поколдываться. Так, всё приорвалось. И у меня тут уже просто глаза. Так вот, никакие образы в такую холодильню не посоставляешь. Ну, и смысла как бы в этом нет, потому что очень холодно везде. И всегда нужно надевать куртку, шмуртку и всё остальное. Это, конечно, мне тоже не нравится. Вот, я сначала умываюсь гидрофильным маслом. Смываю всё это дело. А, щипляет глаза, правда. Потом у меня есть такие вот муслиновые салфеточки. И я ими аккуратненько смываю макияж. Вот таким образом. Это просто лайфхак. Потому что любой сложности и стойкости макияж снимается за 5 секунд. Ещё больше всего мне нравится, что вот эти, благодаря муслиновым салфеточкам, очень хорошо с него стирается тушь. И потом утром у меня остаётся вот этих вот кругов анды. И потом обязательно гидрофильное масло нужно смывать пенкой. У меня вот такая пенка от бренда русского On Me. Мне она, кстати, нравится. Я её уже очень давно пользуюсь. Гидрофильное масло оставляет плёночку, поэтому его нужно тоже безрегуно смывать. У меня были яркие пигменты, поэтому они, конечно, оставляют ещё небольшой след. Но ничего страшного. У меня вот таких салфеточки две. Одну я умываюсь, а вторую для того, чтобы вытирать лицо. Обычным полотенцем я лицо не вытираю. Ну и ещё у меня, конечно, значительно уменьшилось времени с училищем, потому что, естественно, это занимает достаточно большое количество времени. Такой крем наношу, Биодерма. Он у меня уже тут кончился, поэтому какие-то остатки роскоши только. И я сейчас пытаюсь сформировать свой график, ещё этого нормально не сделала. Ну, я как бы дала себе неделю-две для того, чтобы понять вообще, что происходит с расписанием. Потому что помимо просто учёбы физической, что туда нужно приходить, это ещё и, конечно, домашние работы, а их большое количество. Но мне это нравится, мне это интересно, это по моей тематике, так скажем. Поэтому я в целом довольна. Просто нужно теперь как-то очень грамотно распланировать время для того, чтобы видео выходили. Ну и, конечно, основная моя деятельность — это картины. Поэтому формирую график, режим всего. Буду в него входить. И всё будет отлично. Какая-то уже мотивационная речь пошла. Улыбнул немножко капилляжи от гидрофильного масла. Потому что я долго была с открытыми глазами. Обычно я всё смываю, тут просто говорила, поэтому так вышло. Ну и спасибо всем за просмотр. Я сейчас доумываюсь и уже пойду спать. Завтра у меня опять весь день расписан, забит. Думаю, как всё успеть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok